добрый день давайте ждем еще парочку секунд парочку минут потому что вопросов было много в личку думаю возможно вас будет достаточно много сегодня прошу прощения за задержку к сожалению сорвала есть некоторые планы я не смогла войти свой аккаунт с другого телефона я хотела воспользоваться телефоном сына для того чтобы показать вам на своем телефоне программы с которыми я работаю вот но честно говоря я посмотрела вообще план сегодняшний я вчера сделал презентацию сидела полночью делала вспомнила школьные годы институтские годы поэтому думаю что может быть до программы сегодня не дойдем посмотрим любом случае я вам про них расскажу а вот как в них работать будем смотреть может быть быстро буду качать на google play может еще что-то посмотрим думаю что что-нибудь придумаем либо в другом случае перенесем вторую часть на завтра на послезавтра так сейчас я пока запущу презентацию пока вы присоединяйтесь единственное у меня к вам большая просьба будет друзья достаточно сложно говорить не видя перед собой собеседника поэтому вы пожалуйста периодически подавайте какие-то знаки не знаю ставьте сердечки лайки машите руками ну в общем пожалуйста как то вот подавайте мне что вы что вы здесь чтобы чтобы меня поддержать потому что я на самом деле тоже немножко волнуюсь так ну что я думаю что мы можем потихонечку начинать и затем если кто-то захочет он сможет посмотреть эфир в записи более того добрый вечер добрый вечер всех кто присоединился еще раз на повторюсь что говорила до этого большая просьба у меня к вам пожалуйста в процессе как я буду вещать машите ставьте сердечки ну то есть как-то показывайте что вы здесь что вы слушаете конспектировать на 1 не придется потому что я сделаю презентацию я ее наверное вам всем разошлю там основные положения расписаны вот ну естественно вопросы вопросов тоже пришло очень много в личку я посмотрела мне кажется это вообще конечно тема для отдельного разговора эфира и еще перед тем как я начну хотела уточнить одну очень важную лично для меня я никоим образом не позиционирую себя как крупного знатока как гуру или как не знаю там все эти невероятные определения я буду рассказывать только то что знаю сама да поэтому понятно как и любые знания не могут подвергаться сомнению конечно в чем-то я могу ошибаться то есть это мое личное мнение да то есть все что я рассказываю сегодня это мое личное мнение спасибо большое девочки спасибо итак я переключу смотрите какая у меня красивая брошь луковица кстати говоря вот хотела выложить ее на продажу но чего-то я не знаю мне кажется она так хорошо смотрится на красном может быть оставлю себе итак я переключаюсь на нашу с вами презентацию поехали самое интересное что я ведь заставила сына заряжать телефон потому что я думала что вещать я буду с его телефона в итоге вышло что зайти с его аккаунта не смогла опять же поясняю да почему получилась небольшая задержка поэтому я очень надеюсь спасибо большое спасибо я очень надеюсь что хватит зарядки воткнем если что опять же все это решаемо зарядка рядом розетка рядом итак переключаюсь значит смотрите сейчас я поднастрою немножечко друзья видно хорошо презентацию я подвину сейчас опять же чтобы было видно так пока слайдов сначала видно да конечно не очень удобно что вот этот вертикальный кадр до который конечно же очень многих раздражает но к сожалению ну нет других вариантов да у нас с вами итак инстаграм легко и красиво вот так я назвала сегодняшнее занятие может быть когда нибудь не знаю я конечно училка и счета может быть когда нибудь это вырастет какой-нибудь курс посмотрим небольшой но опять же да я говорю я рассказываю только про свои знания я ни в коем случае не называю себя крупным специалистом поэтому посмотрим я еще во многих вопросах сомневаюсь сама и рассказывать только то что попробовала на собственном опыте итак поехали о чем сегодня будем говорить ну в теории вообще собираюсь рассказать вам о двух важных моментах это продвижение да и это оформление аккаунта посмотрим куда нас сегодня выведет кривая потому что всего час прямого эфира значит продвижение мы с вами рассмотрим два достаточно серьезных момента это во первых анализ подписчиков и выгрузка базы и во вторых способы набора подписчиков а дальше уже посмотрим добрый вечер всем кто присоединился дальше уже посмотрим куда нас выведет и так вот допустим вы завели аккаунт ну я не знаю кстати если можно ребята вы мне немножко расскажите о себе вы новички или вы уже достаточно давно занимаетесь пока я тут вещаю заодно я буду краем глаза просматривать как давно вообще вы ведете инстаграм какой опыт как вот скажем с какой ступени мы стартуем с вами расскажу про себя да мой аккаунт существует пять лет где-то примерно наверное в ноябре прошлого года я задумала что пожалуй надо вы реанимировать просто в силу того что фейсбук все равно в силу того что фейсбук это моя основная торговая площадка сразу скажу у меня не было проблем с продажами у меня в принципе нет их и сейчас вот просто мне хотелось немножечко расширить рынок это раз и все-таки немножко улучшить визуальную составляющую до своих работ потому что фейсбук он фейсбук это такая деловая площадка где в принципе ну не надо не требуется от тебя такого придания красивого визуальной красоты до контента вижу что в основном новички да понятно хорошо вот и где-то в январе когда собственно я взялась за свой аккаунт серьезно когда я начала уже заниматься оформлением продумывать концепт на тот момент у меня было ну чтобы не обмануть по моему пять семьсот пять тысяч семьсот подписчиков началась с того что заблокировала сразу тысячу ботов ну вот любой продвижение скажет вам что это было категорически неправильно делать так нельзя сейчас при этом мы тоже с вами поговорим вот ну а потом уже потихонечку используя всевозможные способы которых я тоже вам сейчас сегодня расскажу я пришла вот к сегодняшней цифре 49 сколько там не знаю сейчас не вижу 800 700 наверное постоянно что-то кардинально меняю да правильно да в общем то наверное искать любом случае здесь нужно итак значит вот вы новички да ну или вы скажем какое-то время существуете в инстаграме вы что-то продаете вы что-то продвигаете потому что я думаю что люди которые просто ходят в инстаграм для набора впечатлений наверное нет смысла вообще приходить да и слушать меня но чисто ради интереса потому что польза практически а зачем вам по большому счету набирать подписчиков если они ничего не пишут и тогда наша первая задача посмотреть вообще кто на нас подписан да особенно если у вас тысячи две три тысячи подписчиков когда уже вручную их не пересмотришь каждого аккаунт каждого и вот тут нам с вами на помощь приходят два очень полезных ресурса только приватный аккаунт хочу открыть для своих работ сориентировка на датскую публику да если приватный аккаунт если вы что-то продаете конечно обязательно открывать надо естественно итак ладно давайте вопросы оставим на потом да чтобы я как бы буду проглядывать но реагировать не буду и так пиколитикс и лавдюн это два таких крупных сервиса который осуществляет анализ вашей статистики смотрят кто ваши подписчики на сразу отличие которое кидается бросается в глаза это стоимость вот сейчас не обмануть чтобы вчера смотрела по-моему лайф дюн один аккаунт в месяц стоит 199 рублей введения статистики пиколитикс стоит по-моему до пяти тысяч подписчиков пять долларов до пятидесяти тысяч десять долларов что-то вот или 15 вот в таких пределах каких-то то есть лайф дюн очевидно дешевле да и лайф дюн сейчас мы посмотрим с вами следующая я перелесну дает чуть чуть больше статистики чем пиколитикс но пиколитикс умеет делать одну очень интересную вещь он может определить процент ботов в вашем аккаунте кто такие боты да условно говоря почему вообще с ними нужно бороться боты это пустые бесполезные аккаунты это такой балласт который на вас подписан и который в принципе никакой пользы вам не переносит но это то ладно что пользы не переносит но есть и есть да влияет на статистику показывает большее количество подписчиков да ну что в принципе в этом плохого и опять же сразу хочу оговориться друзья вот того как на самом деле вообще обстоят дела в инстаграме не знает никто честно потому что политика инстаграма по этим по этим положениям вообще непонятно никому она в тайне то есть как инстаграм выбирает как он показывает вот на какой системе основанное это ранжирование да это все совершенно непонятно поэтому я с я сейчас вам рассказываю предположение все продвиженцы все люди которые за ним вообще ведут какие-то курсы они только рассказывают собственные предположения потому что к сожалению реальных реального положения дела никто не знает ну так вот по предположениям да на которые в принципе достаточно успешно подтверждаются условно говоря у вас охват 20 процентов то есть но не бывает такого чтобы ваши посты показывали ста процентов ваших подписчиков это та же самая система о которой в фейсбуке да не так давно введена она также введена и в инстаграме система ранжирования то есть ваши посты все условно говоря тысячи подписчиков если вас тысяча не увидят ну скажем не больше 20 процентов увидят а если у вас плохой охват то еще и меньше то есть увидит условно говоря 200 подписчиков но если из этих 200 вас из этих из тысяч у вас 500 ботов да и представьте вот 200 подписчиков которые увидят ваши посты из них еще половина ботов окажется то есть к чему это приводит к тому что охват реальный то есть сколько какое количество подписчиков живых видят ваши посты он к сожалению небольшой и чем больше процент ботов среди ваших подписчиков тем меньше процент живых реальных людей ваших потенциальных покупателей собственно говоря видит вообще то что вы пишете да поэтому чем меньше ботов тем выше ваш охват мы сейчас мы с вами переключимся на другой слайд и посмотрим значит аналитика что именно нам выдают вот эти сервисы во первых все они показывают анализы аудитории подвину немножко они показывают график изменения ваших подписчиков то есть насколько быстро они растут ну понятное дело что лучше чтобы этот график шел по поступающей вверх постоянно их процентное соотношение то есть мужчины и женщины возраст из какого они города из какой страны на каком языке говорят дальше пропадает звук всех пропадает звук слышите меня хорошо если меня хорошо слышите поставьте пожалуйста что-нибудь какие-нибудь презентацию повыше может быть просто когда я двигала телефон поэтому вам показалось что звук пропадает нету все хорошо может быть что-то с интернет-соединением презентацию хорошо все видят ну в любом случае я все это буду рассказывать презентации вы увидите ребят поэтому да давайте продолжим отлично хорошо дальше эпиколитикс и live deum показывает анализ ваших постов наверное не всех я не помню там конкретно за какой-то период может быть за неделю может быть еще за что-то не суть важно то есть вы можете посмотреть какой из ваших постов вызвал наибольший отклик большее количество лайков большее количество комментариев и так далее но есть даже до посты которые определяют по моему live deum чтобы не ошибиться по моему даже зависит ли это от фильтр то есть какие фильтры вы на своих постах применяете вот кстати говоря интересная была статистика что на самом деле фильтр не влияют на количество лайков вот то что комментарии закрывает экран слушать сейчас попробую попробую сейчас как-то это изменить вот так мне кажется если нажать на экран то тогда комментарии скрываются я насколько помню попробуйте дальше вовлеченность что такое вовлеченность это какая доля от ваших подписчиков реагирует на ваши посты то есть условно говоря у вас тысячи подписчиков какое количество отреагировало то есть мало того что увидела в ленте да но еще и как то как какую-то реакцию выдала охват это вообще скольким аккаунтом показывают то есть опять же да вы можете судить что если у вас там какой он ваш охват сколько процентов инстаграм то есть вот как правило да скажем 20 процентов это достаточно неплохо если у вас пять тысяч подписчиков то тысячи увидят да но при при стандартных условиях при обычном размещении по поста если пост вдруг вызовет какой-то резонанс если начнется большое количество комментариев охват увеличивается инстаграм начинает инстаграм думать что это интересный пост и начинает показывать большему количеству ваших подписчиков поэтому вот вовлеченность это как раз вот доля да это для нас достаточно важная величина потому что от нее зависит как много ваших подписчиков в конце концов увидит то что вы пишете дальше он показывает статистику по сторис правда вчера когда я смотрела статистики не было потому что в связи с недавним обновлением инстаграма возможно вы слышали там были обновления по политике безопасности закрыли очень многим сервисам аналитики доступ вообще к статистике поэтому сейчас многие из них страдают пока не было статистики по сторис но в принципе ее достаточно неплохо можно посмотреть самой сторис смахнув ее наверх по моему это бизнес бизнес аккаунтах работает дальше live dion показывает упоминания по их собственной базе блогеров то есть не просто упоминание вообще да сколько раз там вас упомянули во всевозможных розыгрышах перепостах и так далее а именно по конкретной базе именно у людей которые влияют на мнение так называемый лидер мнения смотрим дальше и вот у нас собственно говоря блокировку ботов да каким образом нам ее сделать вот это вот здесь небольшой график это вот то что пиколитикс показывает мне что вот но это не конкретно мои цифры это вообще такие общие цифры да что до выгрузки там было условно говоря вот столичка опустилась вниз потом вот вы выгружаетесь и у вас вовлеченность вырастает ну я хочу сказать да право это работает когда вот я бухнула тысячи или даже полторы тысячи годов я не помню сейчас много я забронировала заблокировала в январе узнав про это интересно это интересный факт вовлеченность у меня действительно очень сильно выросла но чем больше у вас количество подписчиков тем меньше вашего вовлеченность к сожалению это так работает то есть условно говоря когда у меня было допустим пять тысяч подписчиков вовлеченность у меня было 14-15 процентов условно говоря сейчас не помню точно 17 может быть даже может быть что-то вот так вот то есть 17 процентов из базы моих подписчиков реагировали на мои посты ставили лайки и комментировали не видели в ленте а именно реагировали да то сейчас вот чтобы не соврать по моему от трех до пяти на разные посты она и в связи с тем что количество подписчиков количество подписчиков выросло да и лайфдион вот кстати говоря помимо того что показывает вот в это ваш коэффициент вовлеченности он еще и сравнивает вас с другими аналогичными аккаунтами и он показывает как обстоят ваши дела как правило он пишет у вас там дела там у вас два раза больше чем у среднего аккаунта такого же как у вас или у вас в три раза больше у меня даже было пять когда я начинала когда я почистила базу у меня даже было пять раз больше чем у других аккаунтов аналогичных вот поэтому все таки да чистить базу нужно но смотрите какая опасность вас здесь подстригает вообще что такое боты кого считает ботами любая система как правило это это не только коммерческий аккаунт это не только пустые аккаунты это аккаунты у которых количество исходящих подписок то есть те на кого они подписаны больше восьмисот девятисот тысяча может быть 1200 я не знаю там у всех разные критерии кого конкретно они считают они они не объясняют что получается что сделала я я выгрузила этот список я на радостях заблокировала 1200 там сколько-то ботов и оказалось что я заблокировала половину нормальных живых людей которые меня читают но которые по какой-то непонятной причине имеют 1200 1300 даже и 5 кстати инстаграм разрешает до семи с половиной тысяч исходящих подписок и они собственно с одной стороны говорят ну а что такого да мы мы читаем нам нравится нам интересно но дело в том что вот реально физически невозможно просматривать в ленте больше восьмисот девятисот подписок ну это статистика да и поэтому ваши подписчики у которых больше 1200 больше 1300 исходящих подписок вас в ленте скорее всего не видят и тут конечно дилемма да с одной стороны блокировать их жалко ну почему вообще блокировать да потому что отписаться от них вы не можете то есть вот инстаграме это не фейсбук если уж кто на вас подписан то он подписан пока сам не отпишется он будет учиться учитываться в вашей статистике инстаграм будет его считать вот в тех процентах которые он показывает так вот попадают они в эти 20 и все и вот мертвые аккаунты нет вам от них пользы поэтому тут либо проводить не знаю информационную работу да объяснять ребят ну просто ну нереально вам больше семи тысяч ну не сможете его отсматривать в ленте 1200 ну нереально это вот либо смириться да либо вручную садиться и просматривать базу искать там знакомых кого кого не заблокировать то есть это совершенно не не специально да было сделано с моей стороны это просто ну вот так вот получилось так я попала и потом вдруг обнаружила что заблокировала хороших знакомых людей ой простите пожалуйста это у меня рванул код это пришел паша это который толстый который григорий может быть вы знаете он настолько толстый что он снес даже вот у меня тут штатив так вот каким образом мы можем собственно говоря список этих ботов заполучить у нас с вами три на настоящий момент три больших способа первое это выгрузка из пиколитекс то есть там есть такая кнопочка выгрузить ботов за пять долларов ну вот пять долларов да причем что мне не нравится ты совершенно не понимаешь по каким критериям вообще он их выгружает второе не знаю работает ли к сожалению вчера не работал до этого работал прекрасно телеграм-бот который называется инстапарсер нижнее подчеркивание бот вот но может быть вы увидите вы его запускаете вводите туда свой ник и он выдает вам общее количество всех ваших подписчиков для чего вам это нужно я сейчас расскажу как мы при помощи сервиса инстаплюс их фильтруем определяем ботов и блокируем дальше третий способ это парсинг при помощи сервиса findgram.me вот он то же самое заходите регистрируйтесь в сервисе если вы зарегистрированы в инстаплюсе то инстаплюс дает вам какое-то определенное количество бесплатных баллов для использования зайдите посмотрите задавайте мне в личку задавите свой аккаунт и findgram прекрасный сервис потому что он умеет определять не только ваших подписчиков но и тех кто комментирует тех кто лайкает тех кто то есть огромнейшее количество на самом деле критериев которые вы можете задать если можете ранжировать своих подписчиков читателей лайкать или и так далее по абсолютно разным принципам вот но в данный момент мы что делаем мы выгружаем просто количество всех наших подписчиков готова поехали значит мы с вами это сделали дальше сейчас я посмотрю что у меня там на следующем слайде сейчас не помню а нет пока нет да дальше вы идете в инстаплюс вот я честно говоря думала что у меня конечно будет мой телефон под рукой я бы вам показала но сейчас буду рассказывать что у вас на там достаточно все просто инстаплюс точками называется сервис вы там регистрируетесь и там есть такая ребят я вам покажу потому что это будет наверное все таки проще всего объяснять достаточно сложно сейчас я туда зайду и расскажу как это делается значит вот он этот сервис секундочку на телефоне было бы удобно но ладно 100 плюс точками резкости нет ничего я сейчас наведу сейчас подождите на принципе сейчас пока не очень нужна или она сама наведется просто он а вот все в эти сейчас должно все хорошо видно захожу сейчас будет дождите он настроиться вот у меня видно хорошо не знаю смотрите может быть просто мелко поэтому вы не видите сейчас попробую подвинуть вам тогда экран при этом надо вписать посмотрите как сейчас вообще видно что-нибудь жду ответа от вас ребят видите не видите тут у меня нет это не лягушки это кот залез на варочную панель и она на него так реагирует значит аккаунты заходим тут у меня на самом деле два аккаунта мой и моего сына заходим в мой аккаунт выбираем историю заданий вот она история заданий так поехали ну допустим создать задание вот мы создаем задание дальше что нам нужно сделать мы с вами выбираем отписка вот она видите отписка выбрали дальше отписываться блокировка по списку вот она блокировка сейчас блокировка по списку так так я здесь я вернулась это что-то я нажала случайно все все здесь нормально все на месте дальше смотрим список не выбран вот здесь вот блокировка по списку он просит нас выбрать задать кого и вот здесь вот мы забираем создать список загружаем туда вот всех тех кого мы выгрузили каким-то из способов фандиграммом там кем-то еще дальше ну у меня список допустим уже создан да поехали дальше количество блокировок пишите сколько вот смотрите по-хорошему вы не должны блокировать больше чем к вам приходит за сутки но если у вас какой-то причине нет да никого ну давайте скажем ну вообще он рекомендует не больше 800 но скажем 200-300 в сутки не больше потому что если вы вдруг резко заблокируете тысячу то охват у вас реально может упасть к сожалению значит допустим ну давайте напишем 400 да и будем делать это каждый день пропускать пользователи которых уже блокировали ну это понятно потому что вы же будете делать не один раз а список у вас один и тот же теперь главное настраивайте фильтр и вот теперь смотрите мы с вами забили туда базу всех наших подписчиков да и теперь нам надо понять кто же из них является ботом кто нам не нужен во первых как правило это наличие аватарки скорее всего ее не будет у ботов ее не бывает то есть вы можете прогнать по одному критерию потом по другому критерию потом по третьему критерию то есть вот так пол-пользователя если вдруг к вам пришло огромное количество восточных мужчин их можно заблокировать но при условии что они указали что они мужчины бывает пол не указывает долго-то происходим и исключить коммерческий аккаунт и пишите да-нет он умеет их определять дальше количество подписчиков Вот подписчики как правило нам вообще не важны Ну понятно, что если вдруг у человека подписчиков, не знаю, 10 тысяч, то, наверное, он все-таки не бот. То есть можете какой-то критерий здесь указать. А вот количество подписок, вот оно, количество подписок, вот здесь вот, вот оно. Вот здесь вот уже, конечно, нужно какие-то ставить критерии. То есть, скажем, вот вы решаете для себя. Вот 900, я знаю, что кто-то от 800 блокирует, кто-то от 1200 блокирует. То есть если подписок больше 1200, этот пользователь попадает у вас в блокировку. Вот 1200, ну и до бесконечности пропускаем. Опять же, количество публикаций тоже смотрим. У ботов, как правило, публикаций нет, ну либо там 5, 6, 9. То есть можете написать, допустим, вот 13 тут стоит, вот вы можете написать до 13. Последняя публикация у пользователей тоже, как правило, у пустых аккаунтов месяц. То есть 30 дней назад, 60 дней, 10 дней. Ну смотрите, да, надо вам смотреть уже конкретно. Наличие аватарки, да, нет. И так далее. Исключить языки, допустим, опять же, можем исключить какие-то конкретные языки, которые, то есть можем заблокировать китайских ботов. Словно говоря, просто беру с головы, ничего не имею в виду. И так далее. Стоп-слова и вайт-слова. Стоп-слова, то есть здесь вы можете, допустим, условно говоря, указать лэмфорк. Это чтобы случайно не заблокировать ваших, ну, моих, да, если сейчас говорить о стекле коллег, если у них, конечно, это слово где-то стоит в ключевом. Дальше. Что еще? Время окончания. Ну, это он пишет понятно, да, таймер с таймером, без таймера. То есть вы можете прямо сейчас запустить без таймера, можете с таймером завтра, послезавтра, допустим, и так далее. Вот на самом деле для чего нужен таймер. Вы можете запустить такое задание, каждый день запускать по 400, и расписать его на 2 недели вперед, да, и нам каждый день по 400 ботов будет блокировать. Вот, так как мы поставили пропускать уже блокированных, то их трогать не будет, то есть он будет весь этот список отрабатывать вас от начала и до конца. Вот примерно вот такая система, понятно более-менее. Но, смотрите, значит, можно использовать не только для этого, да, можно использовать и для другого. Ну, мы про это поговорим с вами чуть попозже. Поехали дальше. Возвращаемся к нашей презентации. Итак, ботов заблокировали. Примерно поняли, кто у нас с вами в подписчиках, да, посмотрели на полный возраст, потому что программа FineGram Service, он позволяет вам сделать ранжер-ранжирование. Вы сможете увидеть, он собирает подробную информацию, вы сможете посмотреть, сколько подписок, сколько подписчиков. Чем занимаются, какие интересы, женщины-мужчины, то есть можете, ну, много критериев, которые можно выбрать. Можете посмотреть, можете составить два списка, кто из них, собственно говоря, лайкает вас, да, а кто просто в подписчиках числится. Что с ними делать, может быть, как-то поощрить. То есть там огромное количество вообще каких-то способов, которыми вы можете на них воздействовать. Поехали дальше, возвращаемся к нашей презентации. Итак, вот когда у нас какое-то примерное понимание есть вообще, что и как у нас с базами, мы начинаем думать о том, как нам продвигаться. Значит, продвижение в Инстаграме делится на условные три способа. На бесплатные органические, на условно-бесплатные и на платные. И вот я подписана в Телеграме на один очень интересный канал, который много отдельных советов даёт по продвижению. Вот сегодня у них очень интересная статья вышла, значит, анонс был в Телеграме. Это подведение итогов моего пятилетнего опыта о том, как же, собственно говоря, добиться... То есть собрание наиболее, так было написано, собрание наиболее, как бы, работающих способов бесплатного продвижения в Инстаграме. Типа, нажми, если хочешь знать, как. И вот ты нажимаешь, и там написано одно слово – никак. То есть, на самом деле, к сожалению, сейчас бесплатно продвинуться так, чтобы набрать огромное количество подписчиков – никак. Вот поэтому, опять же, да, возвращаемся к тому, зачем вы сюда пришли, и зачем вам нужны подписчики. Если просто для того, чтобы было, ребят, никак, без денег, к сожалению, не получится. То есть я сейчас, конечно, расскажу способы. Они будут приносить вам 5, 7, 10, 15, 20 подписчиков в день. Но не больше, набрать сразу там тысячи, десятки тысяч не получится бесплатно, к сожалению. Вот так сейчас работает Инстаграм. Очень жаль, да. Итак, бесплатные органические способы. Конечно, хороший контент и хорошие тексты. Само собой, естественно. У вас всего пара секунд, чтобы произвести впечатление на подписчика, который к вам пришел. Поэтому, я вас уверяю, даже сначала он читать ничего не будет, он просто будет смотреть, в принципе, на ваш аккаунт. Да, вот нравится, не нравится, там решение буквально 2-3 секунды. Почему очень важно визуальную составляющую делать на высоком уровне? Ну, важно это. Нравится, не нравится, хочется, не хочется, заморачиваться, придется. Но, тем не менее, да, вот хороший контент и хорошие тексты. Про оформление поговорим позже, да, это у нас целое отдельное. Так, что-то тут все ходят, шумят, ужас какой-то. Мешают мне работать. Ужас, ужас, накажу всех. Так, пара рекомендаций по текстам. Ну, вот что вот сейчас из головы, просто что первое, да, что я могу сказать, что заметила. Во-первых, старайтесь писать так, как вы говорите. Что я имею в виду? Это не означает, что вы должны там между медиа писать, там, хм-хм, да, у, а, слова-паразиты, нет. Представьте, что вы разговариваете с вашим покупателем. Вот старайтесь подбирать такие слова, на которых ваш покупатель разговаривает. Вы более-менее понимаете. Все равно вы уже на этом рынке какое-то время есть, да, что бы вы ни продавали, услуги, товары, там, себя даже, да, ну, себя в положительном смысле. Вы в любом случае знаете, кто это потребляет. Вы знаете пол, вы знаете возраст, вы знаете примерное социальное положение, уровень. Разговаривайте с вашим покупателем на языке, на котором он разговаривает. И, опять же, обратно это работает. Вот на каком языке вы будете ввести свой аккаунт, я сейчас говорю не о русском, английском, да, а, кстати, об этом мы тоже поговорим, вопрос был интересный, сейчас я вам расскажу. Вот на каком языке вы ведете, такие покупатели к вам будут притягиваться. Не знаю, сталкивались ли вы с тем, что вот девочки жаловались мне достаточно часто, ну, что ж такое, я выставлю, почему все они мне говорят, что это дорого. Вот я вам скажу честно, я то, что дорого, то, что мои работы дорогие, слышала, может быть, два раза в жизни от людей, которые пришли ко мне случайно, да, и, в принципе, так же быстро и ушли. Видимо, девочки говорили на таком языке, который привлекает людей, для которых это дорого. Ну, вот вдумайтесь в эту мысль, подумайте, обдумайте ее хорошо, и подумайте, что нужно изменить в языке, которым вы свой аккаунт ведете. Дальше. Обязательно проверяйте правописание. Ну, вроде, да, логично, понятно, ну, боже мой, ну, сколько же... Ладно, все понятно, все все поняли. Дальше. Разделяйте абзацы. Это очень важно. Ваш текст должен визуально хорошо восприниматься, да. То есть, смотрите, вот у меня здесь, ну, раз-раз-раз разделено, понятно, глаза зацепляются, глаз, кстати, читается, ведь не читается вот так же текст, то он вот так вот наискосок просматривается. Если есть за что зацепиться, то глаз зацепляется, он уже сам определяет для себя, ага, интересно-интересно, все. Человек за секунду принимает решение, читать ему этот текст или не читать. Поэтому разделяйте, никогда не пишите сплошное. Как это можно сделать? Значит, смотрите, есть чудесный бот в Инстаграме, который вот называется text4insta. Сейчас я попробую вам приблизить. Вот он, text4insta. Увидите в презентации. Он рабочий, я им пользуюсь до сих пор, слава богу, там все нормально, все в порядке. Значит, вы туда отправляете ваш текст, разделенный на абзацы, он вам выдает уже готовые со вставленными метками, которые вы обратно вставляете в Инстаграм. Если вдруг заблокируют этот бот, по какой-то причине, что можно сделать? Вот скопируйте, дай себе текст, разделенный этим ботом, и скопируйте вот этот символ, пробельчик себе в буфер обмена. Знаете, да, как вызывать буфер обмена на телефоне? Ну, все, наверное, знают. Пусть у вас вот этот символ, вот этот невидимый пробел, невидимый перенос, пусть он у вас в буфере обмена хранится. И вы просто-напросто будете потом написали текст. Текст я обычно пишу на телефоне в блокноте. Вот вы перенесли его в Инстаграм и просто вставили курсором. Здесь этот невидимый перенос, здесь невидимый перенос. Разделили текст на абзацы. Ребят, меня хорошо слышно вообще. Вы там есть? Вы все тут? Подайте какой-нибудь знак, пожалуйста. А то я говорю, говорю, говорю. Может, мне помедленнее говорить, кстати, потому что, да, опять же, говорю, училка я еще та, конечно, я могу говорить много, долго. Ну, дайте мне какую-нибудь реакцию. Сейчас я пока переведу дух немножко. Здесь, да, слушаете? Ага, отлично, хорошо. Вот, значит, обязательно разделяем на абзацы. Дальше. Где ставить эти абзацы, да? Здесь есть небольшое правило. Вот пробегите свой текст, пробегите его глазами. Попробуйте его прочитать. Вот вы читаете, читаете, чувствуете, что дыхалка сбилась, значит, надо переносить. Это раз, да? И второе. Оставляйте небольшую интригу. То есть не надо полностью, да, вот историю уменьшать в один абзац. То есть половину истории, да, и продолжение ее должно быть в следующем абзаце. Ну, это как бы сложно говорится. На самом деле делается очень просто. Пару раз вы попытаетесь, вы поймете. Это инстинктивно очень легко. Ну, или посмотрите мои тексты, допустим. Да, в принципе, мне кажется, я достаточно успешна. Вот это, чего-чего это, это я применяю достаточно успешно. Дальше. Использование хэштегов и геометок, выход в топ. Что это такое? Вот недавно видела одна из коллег, достаточно саркастичный пост, написала на тему сохранить эфир. Ну, я очень надеюсь, что он сохранится, потому что мне памяти с телефона хватит. Но в крайнем случае я его скачаю из эфира, который будет висеть сутки. Так вот, одна из моих коллег достаточно саркастично отозвалась о том, что вот, ну, надо же, я тут, значит, сижу с вами Мухасранске, условно говоря, а они, значит, там пишут посты из Красной площади или откуда-то, откуда-то. В общем, как они надоели своими вымедрежами. Так вот, дорогие мои, любая позиция тоже имеет право на существование, но я все-таки сторонница того, что если вы не очень понимаете о том, о чем речь, ну, лучше не впадать в сарказм, да, а лучше все-таки подумать, а зачем люди это делают, ну, не такие же они идиоты, правда ли? Так вот, для чего это делается? Вы можете не попасть в ленту к вашим подписчикам, потому что с этим ранжирование, да, но есть такие условные топы по местонахождению и топы по хэштегам. То есть тот же самый, какой бы пример взять, допустим, в кожу, да, который я иногда использую в своих сумках. Ну, это, наверное, высокочастотный, то есть там много, скажем, таких, как я его использую, ну, какой-нибудь, какой-нибудь бы поменьше, там, допустим, стекольный артист, условно говоря, предположим, да, что там 50 тысяч раз он использован. Так вот, если ваш пост достаточно быстро набрал хорошее количество лайков и комментариев, вы попадаете в топ. То есть любой человек, задав этот хэштег, ваш пост увидит первым. Он может заинтересоваться и зайти к вам. Точно так же это работает и для геометик, причем для геометик это работает еще круче. Я проверяла, я достаточно часто попадаю в топы по геометикам и по хэштегам, ну, по своим хэштегам. Понятно, что там хэштег, там, Инстаграм, там, ну, нереально попасть в топ, потому что там несколько миллионов пользователей его используют, ну, просто вы туда не попадете никогда. А какие-то среднечастотные такие, там, Лэмпфорг тот же, да, Лэмпфоргглаз, Лэмпфоргартист, не знаю, все что угодно. Там вы в топ попасть можете спокойно. Джоэлли Роттедэй, ну, много их, да, разных интересных. Поэтому, вот, ну, можно иронизировать, можно сарказмом сочиться, тем не менее это работает. Да, вот вы написали, что там, ну, не знаю, несколько раз писала Мариинка попадала в топ, несколько раз писала, ого, что еще, Зимний дворец, там, не знаю, Эрмитаж, да. Если хорошее количество лайков, комментариев, вы попадаете в топ. И все люди, которые заходят на, по этой геометке, они видят ваш пост первым. Они могут заинтересоваться, они могут прийти, они могут на вашу подписаться. То есть это такой бесплатный, но если он бесплатный, если он работает, и почему им не пользоваться. Дальше. Попадание в интересное. Что это такое? Наверняка, если вы когда-то чего-то в Инстаграме искали, вы попадали на страничку, на которой вам что-то показывали. А вот посмотрите, вот это может быть вам интересно, да? Вот откуда они берутся, эти посты? Вот если ваш пост... Ну, опять же, я вам напоминаю, да, что... Так, ребят, телефон разряжается. Сейчас буквально секундочку я его воткну в батарею, в розетку, и мы с вами продолжим. Сейчас-сейчас-сейчас, не пропадайте, не теряйтесь. Мне придется немножко подвинуть компьютер. Сейчас я что-то сделаю, и мы поедем дальше. Паша, ты у меня попадаешь в трансляцию. Так. Отлично, поехали дальше. Это хорошо, что сонка крыкоснило. На самом деле, ведь это только начало. Слушайте, более интересные вещи, они будут дальше. Это мы с вами уже сколько в эфире, ничего себе. Наверное, даже сегодня придется продолжать, судя по всему. Я первое сделано, чуть попозже. Так. По подарю интересно. Так вот, опять же, напоминаю, что никто не знает точно, как это работает, но всеобщее коллективное мнение высказывает такой критерий. Если в течение там буквально первых 15-20 минут вы получили там, не знаю, 5-6-7 комментариев и большое количество лайков, ваш пост попадает в интересное. Это действительно так работает. Я действительно попадаю в интересное. Как это узнать, я с вами покажу. Вот смотрите, у меня тут аккаунт сына, правда, я думаю, что он не обидится на меня. Ой, есть у него, интересно, вообще какие-нибудь записи, чтобы вам показать. Ну, допустим, вот фотография, да? Вы смотрите статистику. Статистику, нет, не в аккаунте. Где он, интересно, где он, где он вошел? Вот, вот здесь вот, да, наверное. Посмотрите статистику. Вот смотрите, если вот здесь вот, вот показы, видите, здесь из главной, из профиля, от хэштегов из другого. А вот если вы попали в интересное, значит, вам показывают из интересного. И когда вы попали в интересное, количество просмотров, охват увеличивается заметно. То есть, в принципе, вот для чего придуманы все вот эти лайк-чаты. Не знаю, знаете ли вы, что это такое или нет. Для чего вообще предлагают сделать накрутку комментариев. Не для того, чтобы вы были такими крутыми. Не для того, чтобы произвести впечатление на конкурентов, да, что вот у вас раз, там и сразу тысяча лайков под постом. Нет, ребят, не для этого. А для того, чтобы вы попали в топ и для того, чтобы вы попали в интересное. Ну, во всяком случае, нормальные, вменяемые люди используют это только ради этого. Насколько это корректно? Ну, второй вопрос, да. Мне недавно одна знакомая сказала, что в бизнесе все средства хороши. Можно с этим соглашаться, можно нет. Мне не очень нравится эта позиция. Но, тем не менее, оно работает, да. Ну, и, наконец, взаимопиар тоже относится к бесплатному продвижению. То есть вы можете договориться с кем-то из пользователей с таким же количеством подписчиков. Ну, или большим. Понятно, что вам это будет интересней. Потому что он расскажет про вас, вы расскажете про него. Возможно, в теории вы обменяетесь базой подписчиков. Ну, на практике это не всегда работает так. Это, к сожалению, очень многое зависит от того, реальные ли подписчики у того человека. Действительно ли они его комментируют. Это примерно как с рекламой блогеров. Об этом мы поговорим чуть попозже. Тем не менее, смотрите. Посмотрите, с кем вы можете договориться. С кем может быть сотрудничество интересное. Пройдитесь. Ну, по коллегам. Слушайте, ну, тоже с коллегами, наверное, нет смысла договариваться. Да? В общем-то, это ваши конкуренты. Смысл вам делить с ними свою базу. С кем-то из близкого... Ну, то есть, допустим, не знаю, я делаю сумки, с кем не можно договариваться. Однозначно, вот есть хороший аккаунт, который делает органайзеры для сумок, внутрь которые вставляются, да? Однозначно. Мы друг другу интересно. Вот я собираюсь написать договориться. Шляпы, обувь, одежда. То есть, это все интересные мне и я интересна им. Какое время лучше выкладывать посты? Ну, смотрите, на самом деле, Инстаграм такое... Не знаю, дает мне... Лайфдюн однозначно дает аналитику, когда наиболее активно. Вот. Но, честно, вот честно, я не замечала такой зависимости. То есть, допустим, я могу выложить пост в три часа, все равно в семь часов ко мне придут мои подписчики, и все равно они поставят лайки. В семь, в восемь, то есть лайки... Да, какое-то количество, конечно, я получу сразу, потому что они увидели в ленте. Но все равно Инстаграм сейчас вот за это ранжирование... Вы, наверное, замечали, что вам могут показывать посты, которые вообще два дня назад были в ленте, да? Он растягивает, он размазывает. Поэтому я вот лично сейчас не вижу особо какого-то смысла растягивать по времени. Дальше. Бесплатные органические способы. Что еще? Сторис. Сторис вообще-то очень важная штука. Я очень долго сопротивлялась, долго ими не занималась, но сторис работает прекрасно, потому что в сторисах ранжирования нет. То есть вот он наверху вам показывает сторис от всех, на кого вы подписаны. Ну и, соответственно, ваши сторис тоже видят все ваши подписчики теоретически. Смотрят они их или нет. Это второй вопрос, потому что они все еще к ним привыкли. Но постепенно доля просматривающих сторис растет. И в сторис не обязательно выкладывать только вот, что я иду в магазин, кушаю шоколадку, да, вот мой ребенок пописал, покакал, вот мой кот стащил сосиску. Нет. В сторисах можно делать рекламу своим постам, которые, на ваш взгляд, не добрали просмотра. Посмотрите, как я это делаю, посмотрите, как делают это некоторые другие пользователи. Очень красиво, очень интересно. Чтобы повысить активность, чтобы как можно большее количество реагировало, делайте опросы в сторис. Делайте какие-то интересные розыгрыши. То есть вы должны побуждать людей нажать кнопочку, да, совершить какое-то действие. Тогда охват, тогда количество реакций повышается. Дальше. Прямой эфир. Прямой эфир, опять же, это очень серьезный способ продвинуть себя. Вообще себя надо показывать. Вот хочется вам, не хочется. Я страшно не люблю, честно говоря, появляться в кадре вообще. Но, слушайте, вот у меня кот сейчас под шумок ворует котлету с плиты. Это так смешно выглядит. Кот, ну-ка брысь, брысь. Так вот, вот такие вещи их, конечно, надо показывать в прямом эфире, потому что это делает вас ближе с вашими покупателями, с вашими читателями. Они понимают, что вы не просто красивая картинка, ну или не красивая картинка, да, вы просто, ну вы живой человек. С вами можно разговаривать, с вами можно договариваться. То есть вообще вот это очень хорошо работает. Поехали дальше. Так, теперь смотрим на условно-бесплатные способы. Да, эфир я, конечно, сохраню, ребят, обязательно, в любом случае. Реклама за бартер. Почему бесплатные способы? Ну, потому что, допустим, вот хотите порекламироваться у кого-то из блогеров, да, денег нет. Некоторые блогеры соглашаются на бартер. Чем, в принципе, дороже ваши изделия, тем активнее, по идее, они на это соглашаются. Вот, но, опять же, реклама у блогеров, это, конечно, отдельная. Может быть, как-нибудь расскажу, ну, может быть, частично расскажу. Работала с ними. Сегодня немножко затронем эту тему. Показать, слушайте, я уже его прогнала. Да, там не на что смотреть. Огромный толстый кот, да, и тащит котлету. Не успел. Здравствуйте еще раз, да. Так вот, пробуйте. Почему нет? Пишите, пробуйте, договаривайтесь. Это может сработать. Реклама за бартером может сработать. Это все-таки стоит вам немножко дешевле, чем если бы вы заплатили блогеру. Дальше. Совместные марафоны. Что это такое? Ну, вот, собираются там 10 человек, и в течение недели ведут прямые эфиры, закрытые, для подписчиков своей группы о чем-то интересном. Да, вот сейчас Инна Воловичева, я краем глазом видела, по-моему, она из Дома-2. Она, значит, собирает какой-то там крутой марафон о том, как ладить с мужчинами. Я не знаю, какую Инну Воловичу и с мужчинами. Честно говоря, я Дом-2 смотрела очень давно по работе, когда работала в Мегафоне, и Мегафон давал там рекламу в Доме-2. То есть мне просто приходилось, да, отсматривать. Вот, но тем не менее, кто такая, не помню, как у меня с мужчинами, не знаю. Но количество подписчиков от этого прирастает бешено, потому что для того, чтобы принять участие в марафоне, тебе не деньги надо заплатить, а тебе нужно подписаться на вот 10 спонсоров этого марафона. Вот, то есть можно организовывать какие-то общие, может быть, профильные марафоны, может быть, еще какие-то, да, может быть, что-то рассказывать. Ну, понятно, что чем шире тема, тем больше подписчиков вы соберете. Понятно, что марафон, не знаю, там, о том, как делать бисерные украшения, он прекрасный. Он соберет очень много коллег, но он вряд ли соберет ваших покупателей, потому что если бы они могли делать это сами, они бы к вам не пришли покупать. Да, вот, но тем не менее тема интересная, действительно, вы можете на эту тему подумать. Понятно, понятен сюжет, понятен механизм, да, еще раз рассказываю. Вы собираетесь там 5, 6, 7, 8, 10 человек, и раз в день в течение какого-то определенного времени ведете мотивационные эфиры или информационные эфиры, или еще что-то полезное людям рассказываете, но для того, чтобы им получить доступ, им нужно подписаться на вас и на всех вот этих вот участников, на всех спонсоров, они называются так. То есть это единственное, что, почему он условно бесплатный? Потому что вам, скорее всего, придется дать рекламу где-то. То есть то ли это будет таргет, то ли вы пререкламируетесь у блогера. Чем круче блогер, тем дороже это будет стоить. Для чего это нужно сделать? Вы привлечете большее количество подписчиков. Понятно, что рассказав вот в своем узком кругу, вы расскажете вот эти основные, остальные 10 человек расскажут, да, вы кого-то привлечете. Но если вы хотите много, тогда рекламироваться придется. Поэтому он все-таки условно бесплатный. Ну и, наконец, розыгрыш. Да, розыгрыши, розыгрыши. Хорошая тема, на ней можно, конечно, и подписчиков много получить, и много потерять, которые от вас отпишутся в конце розыгрыша. Тут все зависит от того, как вы будете с ними работать в течение вот того времени, пока они на вас подписаны. То есть не надо думать, что вы сделали розыгрыш, и вы ничего больше делать не должны, что они вот будут с вами навсегда, да, в знак благодарности. Нет. Вы должны думать, что писать в этот момент, как вовлекать их об активность, как заставить их нажать вот эту кнопочку в сториз, как заставить поставить лайк под лишним постом, прокомментировать. Чем больше действий он совершит на вашей странице, тем больше шансов, что он с вами останется. Так, ну как, сейчас я налью пока чайку. Нормально сидим еще, ребят, или делаем перерыв, потому что мы уже с вами где-то сейчас приближаемся к первому часу. Как-то так это оказалось. Все, быстро время летит. Сейчас водички налью, вы мне пока напишите, как и что. Интересно, нормально, продолжаем, прерываемся. Сидим, хорошо, сидим, отлично. Значит, сидим. Сейчас глотну и продолжим. Хорошо, у меня дети тоже спят, так что, в принципе, до завтра я совершенно свободна. Поехали дальше. Платные способы продвижения. Итак. Mass following, mass liking. Что это такое? Лежим и слушаем. Понимаем. Знаете, что такое mass following, mass liking? Сохранять буду, конечно. Спасибо большое. Это когда вы, ну, в принципе, сейчас уже считается достаточно этичными способами, ну, mass following такой под вопросом, mass liking, в принципе, вообще безобидный. Это когда вы заходите в чужие профили, ставите им лайки или подписываетесь на них. Зачем? Человек, увидев, что его лайкнул, кто-то незнакомый, ну, человеческое любопытство обычно сработает. Он зайдет в ответ и посмотрит, кто. Если ваш профиль его зацепит, есть вероятность, что он на вас подпишется. Или же, когда вот вы на него подписались, тут еще большая вероятность, что он на вас подпишется, да, потому что некоторые люди просто автоматически это делают в ответ. Особенно, если профиль интересный, особенно, если подписчиков у вас много. Но понятно, что сидеть и делать это руками невозможно. Ну, скажем, mass following я не практикую, я его не люблю. Мне очень не нравится подписываться на людей, к тому же, понятно, что я делаю это не руками, а делают это за меня сервис. Мне очень не нравится открывать утром ленту и обнаруживать там большое количество незнакомых людей, которые мне не нравятся, которых я бы сроду читать не стала. Вот, поэтому mass liking. Да, лайки, но опять же, что я опять хочу сказать. Лайки я проверяю. Скажем, их очень просто можно проверить. Есть там вкладка в инстаграме понравившиеся вам посты. Я, собственно говоря, хожу и смотрю, в кого же мне система лайкнула, да. Захожу в аккаунт и смотрю. То есть я, в принципе, в курсе, что происходит. Я за этим слежу. Я не ставлю большую количество лайков, чтобы было возможно отследить. Если пост какой-то, ну, совсем ужасный, а мой лайк стоит, я его убираю, да, если я с этим не согласна. То есть, ну, какая-то этика в любом случае должна быть. То есть я считаю, что на сномотек это пускать нельзя. Так вот, значит, есть опять же тот же самый инстаплюс. Мы с вами уже смотрели его сегодня. Вы можете создавать ему определенные задачи. То есть, допустим, сегодня тебе нужно пролайкать там такое количество пользователей. Но он не будет лайкать всех подряд, да. Он может лайкать по каким-то критериям. Во-первых, очень полезно запускать лайки по своим собственным подписчикам. Почему? Ваша задача простимулировать их зайти в ваш профиль. Потому что если они, ну, они ваши подписчики, но они могут вам не заходить. Помните, да, что просто инстаграм вам не показывает. Вас им не показывает. Поэтому вы поставили лайк, он к вам зашел, он про вас вспомнил, он, может быть, даже что-то прокомментировал. Человек, который вас прокомментировал, который поставил вас лайк, он в течение нескольких следующих дней ваши посты в своей ленте видеть будет. Поэтому чем чаще вы заставляете своих подписчиков к вам приходить, тем больше ваш охват. Поэтому это очень полезно ставить лайки на своих подписчиков, да. Но опять же, ребят, проглядывайте, на кому лайки поставили. А то, может, подписчик начал писать такой ужас, что, может, чего из подписчиков-то удалить, заблокировать. Инстаплюс это делает прекрасно. Плюс ко всему еще, помните, мы говорили, что можно выгрузить подписчиков из Фандиграма, да. Так вот, вы можете выгрузить не только своих подписчиков, но и подписчиков своих конкурентов. Или же подписчиков каких-то активных блогеров, которые, скажем, блогер близок к вам по теме. Вам нравится, как его комментируют. Вам нравятся его подписчики. Вы хотите их себе, да. Вы выгружаете при помощи Фандиграм его пользователей и ставите на лайкинг. То есть программа ставит лайки им. Они смотрят, что кто-то поставил, они заходят к вам в ответ, они решают подписаться на вас или нет. В принципе, все это дело добровольное. Вы никого ни к чему не принуждаете. Вы никого ни у кого не крадете, да. То есть вы не заставляете это делать специально. Вы даже на них не подписываетесь. Вы просто предлагаете им, условно говоря, дружку. Вот мне понравилось. Если вы им понравились, они к вам зайдут. Работает очень хорошо. Делается точно так же, как и с блокировкой. Там есть черные списки, есть белые списки. То есть вы можете в белые списки добавить пользователей другого блогера и лайкать их каждый день. Либо, еще смотрите, такой интересный бывает момент. Вам, наверное, не нужны все подписчики. Потому что там у него, условно говоря, может быть 100 тысяч и 50 тысяч из них его не видят. Вам нужны его активные подписчики. Поэтому при помощи сервиса выгружайте тех, кто его комментирует или тех, кто его лайкает. И работайте уже с ними. Это достаточно все легко понятно. Вы, когда зарегистрируетесь, увидите, как это работает. И второй сервис. Но в Инстаплюс. Инстаплюс прекрасен всем, но неудобен тем, что каждый раз задачу надо задавать вручную. Да, вы можете поставить график задач, да, то есть, допустим, раз в сутки, потому что там есть определенные ограничения. То есть вы сейчас, по-моему, Инстаграм не разрешает ставить больше 800 лайков в сутки. Для старых аккаунтов, по-моему, 1200. Не разрешает подписываться больше, чем на 600, по-моему, человек. То есть есть какие-то ограничения. Если вы их превысите, вас заблокируют. Причем вас могут заблокировать на час, на сутки, на месяц. Не знаю, в зависимости от тяжести совершенного вами проступка. Поэтому лучше эти ограничения не приступать. Вот. И вот Инстаплюс их знает. Он не дает, в принципе, вам задать величину большую, чем положено. И вот он, условно говоря, 800 в сутки пролайкал, да, задача закончилась. То есть вам надо ее снова задать. Либо вот при помощи календаря, либо еще как-то. Сервис по выкраске называется FindGram. Он будет. Я презентацию разошли, вы все это увидите. FindGram.me сделали. Второй сервис Zengram.ru. Вот он. Он тоже занимается масс-фоллоингом, масс-лайкингом. Но он вообще делает все сам. Вам не надо никаких задач ему задавать. Вы один раз его включили. Вы задали то, кому будете ставить лайки. То ли своим подписчикам, то ли по хэштегу. Там есть возможность лайки по хэштегу. Так, ребята, у нас осталось 20 секунд. Сейчас я выйду и запущу следующий прямой эфир заново. Вот. Вы, пожалуйста, тогда заходите еще раз. Продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok